В моей работе очень важно предлагать клиентам самые современные, наиболее эффективные и безопасные процедуры из представленных на рынке. Поэтому, когда появился аппарат Ванквишми, я решила для себя, что в основном буду применять его в своей практике, отдавая предпочтение по сравнению с другими процедурами. Это связано с такими причинами, как отсутствие необходимости в очерчивании определенной области для воздействия на нее, поскольку процедуры проводятся бесконтактно, и аппликатор не касается пациента, что очень комфортно для него. Время реабилитации сведено к нулю, а также нет прямых затрат на проведение процедур на аппарате Ванквиш, так как нет абсолютно никаких расходных материалов. Это делает данные процедуры более доступными, и у вас появится больше пациентов, которые смогут себе их позволить. Используя другие аппараты, воздействуя лишь на одну область, вам потребуется три или четыре аппликатора, чтобы охватить ту же площадь воздействия, что и с Ванквиш. Конечно, в своей работе в течение нескольких лет я применяла и другой аппарат под названием коллскауптинг. Самое интересное это то, что как только мы познакомились с Ванквишми, мы смогли объединить два очень эффективных метода, которые часто называют «огонь и лед». Сначала мы воздействуем на всю область с помощью Ванквишми, после этого проводим процедуры криолиполиза. В сочетании эти две технологии работают гораздо эффективнее. Но, как правило, я начинаю с Ванквишми, чтобы избавиться от большей части жировых отложений. Ванквиш отлично с этим справляется, благодаря большой области воздействия, за счет охвата аппликатора, на которую не удавалось ранее воздействовать столь же эффективно аппаратом коллскауптинг. Но мы также используем его после для того, чтобы работать с менее обширными областями. И обычно пациенты очень довольны, поскольку каждому из них мы предлагаем индивидуальное решение. Ведь то, что подходит одним, может не очень подходить другим, а пациенты хотят быть уверены в том, что вы учитываете именно их индивидуальные особенности. Продолжение следует...